Пришел в то место, где, в общем-то, я люблю тут бывать, не знаю почему, тянет как-то, вот, почему хрен поймет. Какая-то мистическая тема, на самом деле, я регулярно здесь бывал, я регулярно здесь бывал, тусовался, останавливался тут, а потом только на эту, короче, подпись обратил внимание, вот тот человек, о котором я вам рассказывал, Лао Цзи, вот, представляете, ходил, гулял, тусил тут где-то несколько лет, не знал, что это он, что это его монумент или памятник, не знаю, как его даже назвать, вот, и... Это прикольно. Ну, вот, давайте посмотрим, что написано. Что тут написано? Так, Лао Цзи, Chinese Philosopher, настоящее имя, Ли Эр, или Лао Ян, он был в такой-то эре, я не знаю, что за эра такая, Лао Цзи is attributed with the writing of Дао Цзи. Дао, meaning, дао, значит, путь жизни, на самом деле, как бы, не совсем, ну, неважно, ладно. Его нельзя выразить словами, как сам Лао Цзи писал, слово Дао нельзя выразить словами. С этого начинается его книга. Дао, выраженная словами, не есть настоящая Дао. Вот этот первый смысл, который был заложен, вообще настолько, настолько крутая книга, она очень-очень тонкая, вот, но ходили слухи долго, что Иисус и остальные, кто создавали учения, они основывались во многом на этой истории, на Дао. И, честно говоря, из всех религий она мне, ну, это не религия, это философия, она мне больше всего нравится. Потому что там сказано, на самом деле, потом, когда я изучал философию, я, ну, нашел много интересного, что указывает на то, что там очень много ценных вещей. Например, например, да, Кант, например, в философии все пишет про законы, про всеобщность, законы мира и так далее. Чем закон от правила отличается, там, чем закон от принципа отличается и так далее. И вы знаете, что интересно, настолько сильно согласовано с Лао Цзи, потому что Лао Цзи фактически всем намекал, что если не знаешь, как поступать, смотри на законы природы, смотри на природу, на то, как это в природе, да. Потому что, ну, мы идем в тренде, соответственно, мы живем в природе, по законам природы, мы не можем их нарушать, на самом деле, никак. Если мы их нарушаем, нам за это дают по голове. То есть мы можем использовать законы, например, там, человек не может летать, но он может использовать законы природы для того, чтобы взлететь, да. То есть мы можем максимум использовать законы природы, но нарушать их никак не можем. Вот, это невозможно, да. Ну, и он намекал на то, что посмотри, как в природе, делай так же. То есть существование, у него такое, ну, в переводе на русский, там, существование, там, против этого, да. Такие вещи есть. А у дальше-дальше философии очень часто похожие идеи были, да. И вот эти моральные законы, истинные моральные законы, которые Кант потом, после, потом, спустя тысячи лет, да, вывел, они настолько похожи на то, что писал Лао Цзи, да, но Кант это вывел, изучая разум, изучая, как мыслит разум, да. А Лао Цзи это сделал интуитивно, на основании своей интуиции, это он написал. Но они очень во многом там пересекаются, если честно. Вот. Поэтому, поэтому не случайно, наверное, ходят такие слухи, что и Иисус, и остальные, и Будды, и Конфуции, да, они много-много взаимствовали у него. И вообще, в принципе, очень интересно, конечно, это, потому что там очень много, фактически, там, ну, там много юмора, да. То есть, это единственное, единственное, скажем так, учение, в котором есть такой охуенный юмор, вот. То есть, знаете, да, ходят слухи, что это был вечно смеющийся гуру, вот. Он ржал над всеми, он несерьезно ко всему относился, там, да, вот. Юмор. Ну, например, вот есть такая, такая фраза там, для того, чтобы что-то отнять, нужно сперва дать. Ну, это в переводе все, да, там, на самом деле там каждый иероглиф можно по-своему перевести. Мы с Мишей, который древнекитайский хорошо знает, мы все время сидели и читали Лао Цзи в оригинале, там, и там некоторые иероглифы можно по-разному понимать, да, ну, да, вот, кайфовал по жизни, кайфовал по жизни. Вот, ну, поэтому там есть несколько переводов, один тот, который, значит, мне нравится больше всего, там сказано так, там, короче, такая есть фраза, которая у меня оказалась случайно совершенно в кодексе. Я это уже после, Лао Цзи я читал после того, как написал кодекс и правила все эти вывел, интуитивно тоже. Вот, и представляете, да, я потом читаю вот эти вот вещи у Лао Цзи, который был там до нашей эры, сотни лет, да, пиздец, и понимаю, что ни хрена себе, как бы, как вот интуитивно получается, когда падаешь на закон какой-то интуитивно, да, там, то есть вот в законе соблазнения есть важная вещь такая, чтобы, чтобы что-то забрать, нужно сперва дать, но там не так, написано другими словами, почитайте кодекс мой, там немножко другими словами, но примерно то же самое, да, вот, и когда я читал Лао Цзи, ну, как бы вообще для меня это было что-то странное, книга, которая написана сто лет до нашей эры, тот же принцип, который у нас работает, там обсуждается, и, ну, немножко в другом контексте. Да, очень крутое чувство. То есть ты понимаешь, что ты где-то очень-очень близко ходишь, на фундаментальных принципах находишься. Это охренительное чувство, ну, то есть ощущение такое, что, во-первых, ты не один, во-вторых, это раз совпадает, то значит, это некие фундаментальные принципы, и в соблазнении же тоже надо выводить в соблазнении все на фундаментальные принципы, на те, которые законами являются, то есть которые исполняются вне зависимости от того, как бы, что ты о них думаешь. Вот, это фундаментальные принципы, законы, то есть принципы, неправильное даже слово, законы. То есть это всеобщенные вещи, там, как гравитация, такие, вот. На них, ну, все построено на них, оно вечно. Все построено на чем-то другом, оно будет меняться, да. Ну, вот, если, вот, фундаментальная наука, она вечно. А задача, когда я изучаю соблазнение, да, построить именно все фундаментально. Вот, и такой вот твой закон, твой закон, некорректно даже говорить, потому что закон не может быть твоим, он всех. То есть, там, те законы, которые, например, я пишу в книжках, да, они не я придумал их, да, а они изначально были, просто я их нащупал и формализовал, вот и все. Понимаете, да, то есть это важное отличие. Те люди, которые говорят, что, там, эти фишки Лесли или приемы Лесли, они ошибаются, это не мои приемы, это приемы мира. Я их не придумывал, они были изначально, просто я изучил, там, формализовал, там, объяснил, как пользоваться, да, а они изначально были, вот. Поэтому, так же, как и Лао Цзи, он, он фактически настолько близок к природе, ближе всех, близок к существованию, да. Ну, кстати, его идеи, вот, интересно так, его идеи, они есть у всех дальнейших создателей религии. И каждый создатель, там, какого-то учения, они были вообще абсолютно равнодушны к материальным ценностям, да, там, к чему-то, потому что они вообще в другом мире жили. Они были равнодушны к храмам, там, к молитвам, там, и так далее, сами никогда этого не делали, да, там, то есть они, значит, не сотвори себе кумира, да, там, разрушь храм, да, там, старые веры, чтобы создать храм новый, ну, и так далее, да. То есть, понимаете, да, они сами не были похожи ни на одного из своих адептов. И, соответственно, даже там, да, вот метафора, например, про Будду, которую оскорбили, знаете, да, про Будду, которую оскорбил человек, который пришел и плюнул в него, вот. Это, знаете, да, такую метафору? То есть, там рассказывали, да, что, не помню, кто рассказывал, метафора. Значит, один из учеников, один из каких-то хейтеров Будды, метафора про хейтера Будды, были Будды-хейтеры, но они есть у всех. Он подошел и плюнул в него, и, значит, ученики думали, ну, все, пиздаем, там, сейчас будет. А Будда ничего не сделал. И человек ушел, и ученики спросили, Будда, ну, блядь, как же так, что за фигня такая? В тебя подошел хейтер, плюнул в тебя, а ты ничего не сделал. А Будда говорит, так он подошел, плюнул, но не в меня. Он нарисовал какой-то образ себе в голове, какого-то человека с каким-то принципами. Он даже не понял ничего из того, что я говорю. Вот, подошел и плюнул в эти принципы, а не в меня. Ну, попало в меня, ничего страшного. Вот, на следующий день этот человек пришел извиняться. Говорит, Будда, ты знаешь, мне так стыдно за свой поступок, за то, что я вчера подошел, плюнул. Я же тебя совсем не знаю, а вот подошел и плюнул в тебя. А Будда говорит, а не за что извиняться. Ты подошел, во-первых, плюнул ты не в меня, а в некий образ. А во-вторых, вчера ты был другой, я был другой. Сегодня я вижу, что ты изменился. Это уже новый ты. Уже вчера в меня плюнул другой человек. Поэтому тебе тоже не за что извиняться. Ты извиняешься за другого человека, которым ты сейчас уже не являешься. Вот. Теперь давайте посмотрим, что сделают буддисты, если, там, например, телефон мобильный воспользуются в храме, там, да? Или еще что-нибудь, там, ну, там, хорошо, если не сожгут. Вот. Или это другие, там, люди, которые тоже, там, проповедуют какие-то религии, да? Вот. Ну, там, не знаю, мусульмане, да, там. Кстати говоря, там, и христиане, да? Ну, кстати говоря, истинно верующие, да? То есть по-настоящему верующие. Они такой же, ну, так же себя ведут, да? То есть такие, это среди них не особо разобравшиеся в религии, да? Там пытаются, значит, какие-то гадости делать и так далее, да? Настоящие религиозные, вот, и мусульмане, и христиане, и католики и так далее. Это мудрые люди, которые разбираются в этом. У них нет таких эмоций дурацких. Так же, как и Будда. Вот что интересно, да? То есть, да, и недавно вот мне задавали вопрос. Алекс, вот ты читаешь Оша, а там где-то слухи ходят, что какие-то придурки, значит, строили там, после того, как они прониклись в Оше, там, массовое самоубийство, там, в этом обвинили Оша. Я говорю, друзья, ну, блядь, на основании любого учения можно пойти, там, прикрываясь, там, Святым Писанием, взрывать, убивать и так далее, да? Вот. И на этот счет есть важный момент. Вот на этот вопрос, очень интересный вопрос, ответил Кант. Кант сказал, что когда наша воля падает на какие-то такие принципы, да, там, Святых Писаний, там, каких-то гуру и так далее, то это неправильно, это противоречит свободе автономии. То есть, мы не можем, там, когда объясняем какие-то свои поступки, ссылаться на Писание, заповеди и всякую фигню, да? Мы всегда автономны, если мы ссылаемся, мы просто скидываем ответственность за какие-то свои поступки, за дикость, там, нашу и так далее. Прикрываемся, типа, высокими моральными принципами, как мы считаем, там, да, вот мы внушили себе, что я истинный религиозный человек, там, я христианин, там, все такое. Теперь, короче, могу идти, как бы, и во имя своей веры, там, убивать неверных, к чертову матери, да? Или, значит, там, издеваться над ними, или обвинять их, там, во всякой хрени, да? Вот. И прикрываясь своими якобы высокими моральными принципами, вот, я начинаю над теми издеваться, глумиться. Это так сплошь и рядом происходит, на самом деле, все время. Так вот, интересно то, что основатели всех этих учений, они такими не были, да? То есть, и в результате получается, что они сидят там где-то в раю или в гробу уже перевернулись от стыда за своих последователей, которые ересь всякую творят на основе, там, того, что они в лучших чувствах, там, создавали для пользы мира, да? Нет, религии не извратили ради выгоды. Я не считаю, что религии извратили ради выгоды. Я думаю, что религии извратили дебилы и идиоты просто. Ну, там, люди, которые глупые. То есть, услышал звон, не разобрался и пошел там секир. Вот такие вот. Вот. Это глупость извратила все. Ну, это хорошая обратная связь для тех, кто эти лиги создает. Многие вещи, да, многие вещи извращают глупость. Смысл в том, что Кант ответил четко на этот вопрос. Нельзя ссылаться в своих поступках. Вот он решил проблему. Это реально проблема была, а Кант ее решил. Нельзя в своих поступках ссылаться на что-то. На заповеди, на уголовный кодекс, на что угодно, да? Нельзя. То есть, нельзя скидывать ответственность. Ни за что. То есть, настоящий моральный закон, твой внутренний, который ты чувствуешь всегда, в зависимости от ситуации, звучит так, да? Что, ну, есть некие предписания, как себя вести для того, чтобы все было нормально. Значит, и там достаточно простые вещи. То есть, поступай так, как хочешь, чтобы поступали все, да? Ну, и не поступай так, как не хочешь, чтобы все поступали. И все из этого, из этого все выводится, да? То есть, там возник уход. Интересно то, что возник уход от конкретных предписаний, таких, как «не убивай», да? Или там «не возлюби жену ближнего своего». В конкретной ситуации, как поступать, непонятно. Например, солдат для того, чтобы спасти от террориста, кого-то должен убить этот террорист. А тут есть такой принцип «не убивай», да? Что делать в этой ситуации? И Кант ответил на этот вопрос. Поступай так, как хочешь, чтобы поступали все. И все. Очень простой ответ. То есть, это, ну, такая вот, такая штука, она гораздо более гибкая получается от ситуации, в ситуации и так далее, да? То есть, она, она действительно автономна, автономна. То есть, ты не должен ссылаться на какие-то там жесткие законы, которые не разбираются в ситуации. То есть, они, законы же не в ситуации, в заповеди, да? Они не могут быть в ситуации. Они всегда там где-то абстрактно, а ты их начинаешь прессовывать в ситуацию и прикрываться ими. Там, например, в ситуации вот «никогда не убивай», да? Приходит человек застрелить там 500 человек, допустим, или взорвать. А ты свою трусость прикрываешь, ну, трусость там, с ним разобраться, прикрываешь своими религиозными принципами, да? Ну, то есть, получается, что используешь Святое Писание, да? Для того, чтобы прикрыть свою трусость. Да, такое, ну, таких примеров полно. Ну, то есть, что правильно сделать с точки зрения, вот если по канту рассуждать, да, принцип какой? Принцип такой, поступай так, как хотел бы, чтобы поступали все. Ты хотел бы, чтобы все, когда прибегает, допустим, террорист убить 500 человек, говорили, что… А вот по религиозным соображениям я вот не могу убивать людей. Ну, и все, и всем хана, там, 500 человек убито, да? Нет, не хотел бы. То есть, очень… Понимаете, да? Понимаете, да? Это очень просто. Это очень просто. Поэтому я считаю, что философия, философия стоит над религией. Очень серьезно над религией, да, потому что там, ну, более, значит, на основании анализа нашего мышления, там, разум-рассудка, даются более четкие формулировки того, как стоит себя вести, чтобы оставаться там по-настоящему нравственным человеком. А не ссылаться на хрень собачью, там, на Святые Писания, на какую-нибудь тему, которая может в ситуации оказаться, как Иисус говорил в свое время, благими делами, дорожка в ад проложена, да? Вот, ну, или как-то так. Это все действительно реально. И вот, да, скажем так, на многие вопросы религии ответила философия в свое время. И это очень прикольно и интересно. То есть, поэтому я, скажем так, считаю, что философия стоит над религией с точки зрения эффективности поведения человека, именно в сторону нравственности, которая хочет развиваться. Действительно расти во всех смыслах. Вот. Такие вот мысли посвящают, когда ты приближаешься к монументам основателей, основателя всех мировых религий фактически. Ну, все, друзья, поехал я дальше по экскурсии своей. Спасибо. 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 Спасибо.